МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа о решении есть. Проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть. Канализация – составная часть системы водоснабжения и водоотведения, задача которой – своевременный сбор сточных вод и отходов от жизнедеятельности человека, их транспортировка за пределы населенного пункта к месту очистки, обезвреживания и обеззараживания. Неправильное и неаккуратное пользование системой канализации нарушает режим ее работы и приводит к засорениям трубопроводов, прорыву стоков в жилые помещения, и на поверхность улиц. О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство жителей городов и крупных населенных пунктов даже не задумываются. Собственно, обладателям магистральной или центральной канализации волноваться не о чем и незачем. Чего не скажешь про жителей деревень и агрогородков. На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Уздинском районе. Местные пожаловались на то, что власти якобы закрыли центральную систему канализации по улице Школьной. Проблема в том, что она работала плохо. Емкости для откачки отходов были переполнены, в результате возникли подтопления, отчего вокруг стоял неприятный запах. Соседи жаловались, поэтому в сельском исполкоме решили засыпать бочки, а жителям предложили обустроить свои автономные септики. Специалисты пояснили, что строительство магистральной канализации в агрогородке с населением чуть более тысячи человек нерентабельно. А потому раскопок во дворах местным жителям не избежать. Хотя обращались они в разные инстанции. Разобраться с дурно пахнущей историей попытались и мы. Вот, вот и две закопаны. Вот они и закопаны. Вот эти бочки. Вот одна, вторая. То есть эти бочки сейчас просто закопаны никак не... Все работает. 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 Просто вас отрезали. Экологическое бедствие разворачивается в агрогородке озера. Проблема окроется под землей, в местной канализации. Жители поселка уверяют, что строили и покупали дома с централизованным водоотведением. А на реновацию системы даже сбрасывались собственными кровно нажитыми. Кинулись 20 домов по 70 рублей. Купили трубы, две бочки такие по 25 кубов, закопали там. Бюджетные деньги там выделены были. Сделали дорогу подъездную, закопали эти бочки. И сказали, год покачайте, потерпите. И через год мы поставим на баланс ЖКХ. Но ни спустя год, ни даже больше, хозяев у объекта так и не появилось. За техническим состоянием, равно как и за соблюдением санитарных норм, никто толком не следил. А затем коммуникации и вовсе признали бесхозными. Раньше мы просто так, завьется, коллективно соберемся, почистим, туда-сюда справлялись. Ну и сейчас, в принципе, у нас проблем, как у каждого хозяина дома, у нас нет. Санстанция мы не боимся. Ни с Люкова не текет, ни там ничего не забито. В чем проблема канализации? Вот видим мы вот этот дом. Вот когда он начал строиться, то председатели начали наезжать, которые меняются. Что надо нам все здесь закрыть. Надо сделать у каждого своя, чтобы личная была канализация. С таким решением местных властей согласна Наталья Батулева. Ведь долгие годы дурно пахнущие ручеи, образованные десятками домов, стекал чуть ли не ей на участок. А в последнее время и вовсе откачивать септик никто не торопился. Когда он переполнился нечистотами, лопнуло и терпение женщины. Расстояние между колодцем и забором моего участка где-то 3-4 метра. Ну, точно не знаю. И все 30 лет я с этим жила. Вы представляете, что значит течет канализация со всей улицы. Отсыпали дорогу. Значит, сделали две емкости. И канализацию от этих домов вывели. Сделали под ключ. Переполнились емкости. Раз пошли такие дела, я встала и сделала канализацию свою. Однако перспектива строительства индивидуальных автономных септиков улыбается далеко не всем. Во-первых, жители агрогородка не видят весомых препятствий для пользования общей канализацией. А во-вторых, обустройство индивидуальных очистных сооружений влетит в солидную копеечку. Не у всех есть такие деньги. 3000 рублей каждому. Ну, суть не в этом, как бы, деньги деньгами, как бы, ну, не у каждого есть. Просто трупа засыпать, похоронить. То есть какой-то умный человек на 40 лет вперед просмотрел это, центральную канализацию в то время, 86-й год. Сейчас 2023, космическая держава. Больше их не будет, мы сравняем. Типа, ну, как-то и обидно, бюджетные деньги. То есть в том году, там, пускай 10 тысяч даже вложили. Обидно или нет, но канализационные сети долгие годы стекали в пожарный водоем. А это нарушение всех санитарных норм и правил. Кроме того, что загрязняется почва, вдыхание паров от сточных вод крайне опасно для здоровья человека. Неоднократно там проводились встречи с гражданами, где мы рассказывали о рациональности использования местной канализации. Вроде как граждане выражали согласие, но, как мы видим, это не привело к определенному результату. Неоднократно выдавались предписания нашей службы об устранении этих нарушений. После того, как утратили свою силу санитарной нормой и правила, распространяемые на физических лиц, было выдано предписание на сельскоисполнительный совет, где было принято решение устранить проблему таким образом. Но местные считают, что оборудование индивидуальных септиков на их собственных участках повлечет куда большую экологическую катастрофу. Ведь очистные колодцы будут находиться чуть ли не под окнами домов. Это нормально. То кричать «экологию портим», а куда эта экология выезжает, вывозить? Вон туда и вывозить всю экологию. Но это нормально. Мы живем здесь 36 лет. Собравшиеся в один голос твердят, что причина всех их коммунальных бед – строительство дома на том участке земли, где сейчас проходит труба для сточных вод. По слухам, среди местных так называемую общую канализацию и хотят сделать персональной для близлежащего жилого строения. На такие доводы озерчан в местном сельсовете и Уздинском исполкоме отвечают так. Десятки лет назад когда-то хозяйством строились дома, и люди строили канализацию, сделали септик. И хозяйство помогало 20-30 лет назад производить утилизацию этих отходов. Со сложившимся ситуацией и отказом потом людей оплачивать за эти услуги все фекалии начали выходить, как говорится, на поверхность. Неоднократно мы проводили собрание с жителями, объясняли всю ситуацию и пришли к такому выводу, что каждый человек в индивидуальном своем жилом доме должен построить свой индивидуальный септик. Дали год сроку. В агрогородке среди местных даже объявился энтузиаст и взялся решать вопрос. Собирал деньги, нанимал технику на откачку септика и следил за своей временностью процесса. И все шло как по маслу, пока опять не появились недовольные, которые не захотели больше открывать кошельки. Люди привыкли, наверное, не ухаживать за собой и не оплачивать за это услуги. Они хотят все бесплатно. Но в наше время, конечно, такого нет. Мы дали людям срок, год, не спеша, аккуратно собрать финансовые средства, прийти в исполком, взять разрешение на устройство, разработать схему. 90% жителей сделали это. Вот и получается, что одна и та же канализационная система в одном и том же населенном пункте для одних со статусом централизованная, для других всего лишь временное сооружение по отводу сточных вод. В целом история мутная. Такая же мутная, как и вода из кранов местных жителей. Это еще одна коммунальная напасть в озере. Это фильтр, сейчас, месяца нет? Месяц? Да, около месяца. Ага, это новый. Вот этот, да, я уже должен не найти. А сколько вообще, в принципе, они должны служить? Ну, при нормальных обстоятельствах. Я думаю, полгода. Ну, это грубые очистки. Угу. Это ржавчина, я так понимаю. Да. Это железо. У нас новая станция. Недавно запустили, обезжелезование. Потраченные деньги. Угу. Результат? Было за счет, как говорится, государственных средств построена станция безжелезования, которая позволяет поставлять воду отличного качества. Но, к сожалению, есть вопросы. Все водопроводные сети есть с 70-х годов, 80-х годов. На данный момент с Луцкводоканалом проводится планомерная работа по замене сетей. Каждым годом количество сетей, замененных на новые, увеличивается. И те люди, которые уже подсоединяются, естественно, к новым водопроводам сетян, уже таких вопросов по качеству воды не задают. Сергей Гирин возмущается. Не постирать, не приготовить. Бытовая техника выходит из строя. Из крана течет вода техническая, а платят за нее, как за чистую. Куда только мужчина не обращался, а дошел до областных властей. Но пока ВОЗ и ныне там. На фильтры по очистке воды каждый месяц из семейного бюджета тратится кругленькая сумма. Впрочем, как подмечает сам мужчина, не больше той, что ему приходится тратить на свет. Вот уже 8 лет в доме номер 9 по улице Тихой нет электричества. Нету ни одного столба. Подключался кто как мог. Кидали фон от той улицы кабелями. На данный момент вообще без электричества. Мой дом и вот этот дом. В 21 веке я пользуюсь генератором. Вот я сейчас буду добывать электричества. Вот такие манипуляции регулярно приходится проделывать Сергею Гирину, чтобы добыть нужные киловатты для работы хотя бы холодильника и стиральной машины. По ночам генератор приходится отключать. Работает он шумно, слышно на всю округу, а в уборную ходят чуть ли не со свечкой. Генератор вам тоже обошелся еще в деньги? Вы же новые покупались. Я продал машину за это время. Я потратил свои средства, накопления, даже как в народе говорят, гробовые уже. Потому что он берет литр бензина в час. Перед тем, как встретиться с нашей съемочной группой, Сергей в очередной раз в поисках справедливости побывал на приеме у руководства Уздинского района. И в очередной раз вердикт местных властей звучал обнадеживающе. Управлением капитального строительства Уздинского райисполкома разработана проектно-осметная документация. Сейчас она проходит экспертизу государственную. После выхода с экспертизы вся документация будет передана в Минск Энерго для реализации этого проекта. Что будет в себя включать проект? Это и строительство новой подстанции, это и освещение, вынос линий. Ну и естественно, каждому дому уже будет разработана документация по подключению, по постоянной схеме для электроснабжения жилых домов. Нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедилась и Ольга Саевец, жительница деревни Королева, что тоже находится в Уздинском районе. Показывает нашей съемочной группе фотографии своего затопленного участка. Были в 90-е годы сделаны каналы мелирации местным ПМК-69. Со временем участки высохли и участки дали под застройку частную. Значит, когда наступала весна, наши участки были постоянно в воде. За счет этих каналов наша вода сходила. Если каналы загрязнялись, мы обращались в Уздинское ЖКХ или в ДРСУ-163. Они помогали чистить, но мы и сами чистили активно, и вода потихоньку сходила. Но позапрошлым году на одних улицах решили положить асфальты, благоустроить. Но за счет этого пришлось засыпать наши каналы и нашу трубу под дорогой, которая была проводной, чтобы сходила наша вода. Женщина вспоминает капитально улицы Центральную и Солнечную ремонтировали один раз. Подсыпали гравий и щебень, чтобы задержать воду. Но на этом все. Катаклизмы в виде дождя и снега смыли такие временные меры с лица земли. Вот Солнечная 9, например, улица, значит, там можно пройти только в рыбацких сапогах. Против закону физики же не пойдешь, потому что вода бежала вокруг этих ограждений и все равно пришла там, где ниже, то есть на наши участки. И на данный момент, пока морозы все замерзшие, у нас как каток. Но чуть плюсовая температура, и мы снова поплыли. Конечно, страдают и посадки, и наши все строения. Участки выданы под ведение, скажем так, личного хозяйства, то есть под огороды, под сады. Но мы ничем заниматься не можем, потому что мы постоянно тонем. Весь урожай тоже гниет. Ни лука, ни картошки. И в подвале вода стоит, сетует Ольга. Со своей бедой королевцы куда только не обращались. В инстанциях отвечают. Водоотводный канал необходимо восстановить, отсыпать участки землей и сделать озеро. Что ж, разумно, но пока все эти обещания только и есть, что на бумаге. На деле вот уже 10 лет местные живут как в Венеции, только в резиновых сапогах. Казалось бы, 21 век на дворе. А все же есть уголки в Белоруссии, где готовка, стирка, глажка и уборка. В общем, ведение нормального быта становится настоящим подвигом. Все. Он выключил генератор. На самом деле, городская канализационная сеть отличается от локальной канализации частного дома только своими размерами. На смену выгребным ямам, которые долгое время были единственной альтернативой центральной канализации, давно пришли станции накопления и очистки сточных вод. Цептики. Современные устройства позволяют не только эффективно утилизировать сточные воды, но и экономить на поливе, так как очищенная вода часто используется в технических целях. Между тем, проблемы могут возникнуть при установке септика. Систему ставят на расстояние, установленном санитарными нормами и правилами. При этом проект локальной канализации должен быть одобрен санэпидемстанцией. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Еще со времен Советского Союза система канализации в агрогородке Озеро фактически представляла собой самотек со сбросом в природную низину. Но забота о людях и экологии, учитывая потенциал растущего населенного пункта, требовала наличия современных очистных сооружений. О том, почему септиком в озере быть, об электрификации и других насущных проблемах, поговорим с временно исполняющим обязанности председателя Озерского селесполкома Русланом Пожихом. Руслан Петрович, добрый день. Добрый. Ну, вы, собственно, скажем так, лучше всех знаете изнутри все проблемы, которые существуют в агрогородке у вас. Ну, начнем, наверное, вот с самой злободневной, вот эта проблема на школьной с канализацией. Да, такая проблема существовала, потому что в 80-е годы прошлого столетия сельскохозяйственная организация пыталась сделать в агрогородке Озеро централизованную систему водоотведения, но сделали только по одной стороне улицы школьные. Все. Строительство на этом закончилось, и люди 30 лет, скажем так, несанкционированно пользовались тем, что было построено. На баланс ни одна обслуживающая организация то, что построено, не приняла, и официально в эксплуатацию ничего не запускалось. Поэтому люди пользовались, допускали разливы канализационных стоков на общественные земли, и пришлось принимать меры. Плоть до тампоножа. То есть я так понимаю, что по этой канализации все стекало в какие-то емкости, так вот в бочки, как они показывали. Да, емкости были вкопаны, подъездные пути к ним были сделаны, но дальше, когда емкости переполнялись, все это сливалось в два технических водоема, которые расположены дальше, ну и, соответственно, разливалось по общественным землям. Технические же водоемы для этого не предназначены? Нет, для этого не предназначены. Но люди на это внимание не обращали, обращали внимание контрольные и надзорные органы, в том числе и мы. И было принято решение, после нескольких местных собраний, которые мы проводили с местными жителями, консенсуса так и не достигли, хотя люди пообещали, что сделайте нам подъездные пути к этим емкостям, мы будем нанимать транспорт для откачки, отвозки и утилизации. Ну, как это вводится, первый раз сложились все, 20 подворий, в следующий раз там 17, потом еще 15, а потом никто не захотел этим заниматься. То есть емкости переполнялись, и опять эти разливы. Было принято решение селесполкома провести тампонаж, что мы и сделали. После этого в течение пяти дней 15 подворий поставили септики, свои местные выгреба, ну и там по трем подворьям сейчас есть вопросы. Вот они пишут обращения, жалобы, хотя чтобы это все было сделано за счет государства. Давайте уточним, это касается проблемы скольких домов? Это нечетная сторона улицы Школьной. То есть там порядка 10-20 сколько? Там 20 домов, вот три домика не оборудованы пока септиками. И я хочу уточнить такой момент. То есть между, скажем так, моментом, когда жителей предупредили, и к моменту, когда вот эту трубу затампонировали. Время, это ж не два дня прошло, не три. Нет, в декабре 2021 года мы всем разослали уведомление, что 30 марта 2022 года будет произведен тампонаж. То есть дали людям время подготовиться. Потом этот тампонаж перенесли. Ну и выполнили его в ноябре, уже в декабре 2022 года. То есть временной промежуток, практически год. Кто хотел, подготовили кольца, крышки, ну подготовились к этим мероприятиям. Вот. И очень быстро сделали. А вообще, вот во всем озере, такой вопрос, вот как похожая ситуация, либо вообще такое понятие, как центральная канализация, либо вот подобного рода канализация существует на сегодняшний день? Нет. Это единственная улица? Это вот единственное, что пыталось сделать сельхозпредприятие в 80-х годах прошлого века. Ну или денег не хватило, или не знаю, что им помешало, но до логического завершения это не дошло. То есть во всем озере у всех свои личные септики. И никаких проблем это не вызывает. Проблемы не вызывают. Хорошо. Ну понятно, что это стоит какое-то определенное количество денег, но некоторые же дома, я знаю, там относятся к разряду арендных, да, то есть принадлежат сельхозпредприятиям каким-то. Ну вот граждане, которые обратились с жалобой, которые были в сюжете показаны, вот они, 6 человек их зарегистрировано в жилом доме, который находится на балансе сельхозорганизации. И живут они там по договору аренды. Вот и все. Сельхозорганизация им привезла кольца, крышки. Людям осталось только смонтировать вот эту местную канализацию. Но они этого не делают. Решили, что им должно это сделать государство. Непонятно по каким причинам. Хорошо, может быть им нужно, они не говорили, что они готовы там заплатить им просто хотя бы технику, как-то помочь с техникой, ничего не высказывали. С такими вопросами в сельхозполком они не обращают. Тем более они по договору аренды с хозяйством живут, это все решается. Мы когда там были, у них главное, кроме, конечно, финансового вопроса, кроме того, что у нас это работало, мы хотим, чтобы это работало, был еще такой аргумент, что это же нам сейчас нужно у себя на участке раскапывать вот эту яму, а есть еще близость там с соседом, это невозможно сделать, потому что расстояние не позволяет. Ну то есть если все остальные сделали, то получается позволяет, да? Мы изучали этот вопрос еще до рассылки писем людям. И в этих письмах указали, что им нужно обратиться в Узненское архитектурно-планировочное бюро для составления схемы. То есть они обращаются, заключают договор, платят там определенную сумму денег, и им наше РПБ выдает узаконенную схему, согласованную со всеми заинтересованными организациями, водоканал и все остальное, связь, газовая служба, и указывают место, где вкапывать этот септик. Техническая возможность есть в каждом дворе. Мы это все предусмотрели сразу. Проехали, посмотрели. Ну, то есть, вывод какой? Вот это не проблема... С технической точки зрения нет. Это просто обычное нежелание порожденное. Ну, я не знаю, чем. С этим вопросом, ну, мне, например, сейчас предельно все понятно. Что касается вопроса номер два, тоже, который поднимался в сюжете, это вопрос электричества, там, улица Тихая, 9. Действительно ли это... существует эта проблема? Ну, понятно, что она существует. Мы видели, что там нет электрификации этого дома и там соседнего. Насколько я вник в эту проблему, в 2007 году гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома, построил и в 2015 году ввел его в эксплуатацию. Но никаких согласований с районными электросетями он не проходил, запитал этот свой построенный дом от соседа и до сих пор вот так вот проживал. Это выявили сотрудники районных электросетей, обесточили, ну, сейчас уже включили, конечно, электроэнергию. Да, и проблема такая есть. По его участку идет линия электропередач. Проходит. Вот. Выход... Но запитаться от этой линии передач... Нет, нет, нет. Нет, пожалуйста. Нельзя. Выход из этой ситуации... Сейчас государственную экспертизу проходит проект строительный именно по улице Тихой в Агрогородке озера. Этому гражданину мы все объясняли. Он владеет этой информацией. В апреле проект уже должен был, будет пройти государственную экспертизу и потом, ну, все остальные этапы. То есть выбор подрядчика и сами строительные работы. В итоге вот эта линия электропередач будет идти уже мимо его участка, то есть ее перенесут и не будет никаких затруднений. Ни обременений, ни запрета, ничего. Ну, знаете, все принимаемые нами и районным исполнительным комитетом решения, все они принимаются на основе анализа обращений граждан, которые либо на личном приеме приходят люди и обращаются, либо письменно. Все это мы не из головы выдумываем, а именно все порождается. Вот пришел человек, обратился с проблемой, мы рассмотрели, проанализировали, приняли решение. Для комфортного проживания граждан. Вот эти проблемы, они не стали, скажем так, чем-то скрытым? То есть были диалоги, были встречи с населением? Постоянно. Я даже по памяти не могу сосчитать, сколько раз это происходило. Некоторые документировали, некоторые нет. Но никто от людей не бегает. Пожалуйста, мы постоянно доступны для населения. Любые вопросы оперативно решаются. Ну и думаю, что качественно, не только оперативно. Все, что от нас зависит, делается очень быстро. Любой, кто пьет воду, должен быть кровно заинтересован в том, чтобы она была чистой и безопасной. Получается, об этом должен заботиться каждый человек. В том числе и жители частного сектора. Ведь от того, как они очистят то, что утекло в унитаз или раковину, зависит и качество воды, которую затем из крана, например, в кухне, нальет в стакан их ребенок. Вот такой круговорот и ничего личного. Это был проект «Решение есть». Своя история отправляется нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните, неразрешимых проблем нет. Есть не вовремя принятые решения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова